Здравствуй, Новая волна 2017! Открылась Новая волна традиционным галоконцертом, на котором выступили ветераны шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков и 14 конкурсантов из 9 стран. Всего же в адрес оргкомитета новой волны поступило более 12 тысяч заявок от молодых исполнителей. По итогам полуфиналов отобраны финалисты из Армении, Вьетнама, Казахстана, Румынии, России, Узбекистана, Украины, Швеции и Молдовы. Чао-чао-чао, портиджано, портами пия! Молдавская группа «Доредос» покорила жюри фестиваля и признана лучшей в первый день музыкальных соревнований. Россию на волне представляют победитель телепроекта «Главная сцена» Саша Санта, к слову, бывший бэк-вокалист Лаймы Вайкуле, и участник программы «Голос» Василий Урьевский. Для конкурсантов ничего не меняется. Для победы, как и прежде, им необходимо продемонстрировать беззаветную любовь к музыке, отмечают организаторы. А вот для зрителей третья для Сочи «Новая волна» готовит массу сюрпризов. Первый – это новое место проведения – Олимпийский парк курорта. Посмотрел это место, с удовольствием приняли это предложение, потому что там на мысе, в городе, все-таки все это было зажато, и были очень сложные подъезды для артистов и для публики. Здесь намного все это проще. И я уверен, по съемке и по видеоряду здесь намного будет интереснее, там фонтаны, там объекты, там вертолетные съемки, это все станет масштабнее. Отличилась «Новая волна» и массой премьер. Олег Газманов представил на конкурсе новую песню «Крымский мост». 12 сентября в Нью-Вейв-Холл пройдет трибют Филиппа Киркорова, посвященный 50-летнему юбилею артиста. Звезд отечественной эстрады исполнят хиты короля поп-музыки, а он, в свою очередь, представит несколько премьер. Ведущим вечера выступит сам Киркоров. Все готовятся очень серьезно, многие записывали песни. Я специально не слушал ни одну песню. Я хотел бы, чтобы как и для зрителей, так и для меня все это было сюрпризом. В свою очередь, мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что благодаря «Новой волне» Сочи стал еще популярнее. И вообще, здесь есть все условия для проведения таких фестивалей. За год на курорте проходит более 200 российских и международных мероприятий. Что же касается конкурса молодых исполнителей популярной музыки, то к нему Сочи готовился особенно. Площадку Нью-Вейв-Холл строили с нуля. Город взял на себя обязательство создать новую площадку. К площадке нужно было подтянуть коммуникации, электроэнергию, воду. У нас получилась такая хорошая командная работа, которая привела к хорошему результату. Уверен в том, что те, кто придет сегодня в зал, на фестиваль, это оценят. Потому что там действительно очень комфортно, красиво, удобно. Отметил глава Сочи и то, что отныне сочинская прописка у «Новой волны» постоянная. Сам же песенный праздник затронет всех. В этом году по просьбе руководства города в рамках «Новой волны» пройдут сразу две дискотеки с участием нынешних и будущих звезд. Сегодня в 22 часа в Олимпийском парке и 12 сентября на площади Южного Мола. Начало в 18 часов. Вход свободный. Галина Моисеева, Инга Габешия, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ».